Приветище! Это Субнатика Нижнуля, и мы продолжаем наш подводный делишки. Критический уровень энергии святилища. Эй, здесь кто-нибудь есть? В некотором роде. У нас мало времени. У кого это у нас? У меня так со временем всё в порядке. Маленькие роботы из первой Субнатики. Здесь они тоже присутствуют. Это чинилые инопланетные базы. В чём дело? В поисках вознина наносителя данных. Я сумею помочь лучше, если ты покажешься. Если бы мы могли показаться, нам не понадобился бы носитель. Хочешь сказать, что у тебя нет физического воплощения? Ты один из них? Архитектор? Обнаружилась дельдам. Мы исчезнем, если не найдём нового носителя. Ты поможешь? А ты можешь использовать мой КПК как носитель? Ты не из той предыдущей группы. Твои кибернетические компоненты несут их сигнал. Альтера? Ха, нет. Я просто одолжил оборудование. Должно сойти. Да. Сейчас будет весёлая встреча, походу, у нас. Интересно, многое ли поменялось с ранней версии. О! Вот эти штуки я собирал в оригинальной игре. Ионовые кубы. Или как я их называл, мега-батарейки. Давай отсканим их. И заберём. Они нам потом пригодятся. Эй, робот! Дай я тебя ударю. А, больно? Ты же механический, ты не должен чувствовать боли. О, ничего себе, их, оказывается, можно сломать. Ладненько, пойдём навстречу с НЛО. Надеюсь, нас не накажут за этого маленького робота. Как долго тебя здесь хоронили? Дольше ожидаемого. Предупреждение. Критический уровень энергии ситирующего. Наши данные можно загрузить с терминала. Можем поговорить после завершения передачи. Да, хорошо. Я потороплюсь. Какая прытькая у нас героиня. Может быть, я не буду торопиться. Может, я не хочу ничего делать. Я ленивая жопка. Ну хорошо, вставить носитель данных. Так уж и быть. Сноситель данных принят. Держитесь, вверх. Держитесь. Что происходит? Чувствую. Писедача завершена. Как ты себя чувствуешь? Почему твой голос звучит, будто ты у меня в голове? Комплекс обнаружил ёмкость для записи в коре твоего головного мозга. Так ты правда в моей голове? Я предлагала тебе КПК. Пошёл вон. О, нет. Ваш вид воспринимает границы между кибернетическим и органическими компонентами? Мой мозг не компонент. Ты злишься. Мы дадим тебе время обработать информацию. Не смей молчать. Эй! Это всё нереально. Это нереально. Вот и объяснение. Это не взаправду. Прикол. Он взял и развалился. А в ранней-ранней Альфе он, по-моему, не разваливался, если я не ошибаюсь. Он просто висел так же в воздухе, как и ранее. Только уже пустой. Не светящийся. Давай отсканим куб. Потом почитаем про него. Ну вот, собственно, и тот инопланетянин, который посылал сигнал СОС. Ему просто нужен был носитель. То есть наше тело, чтобы он смог сохранить данные. Ну и вообще как-то продолжить сосуществовать. Всё, прощаемся с этой пещерой. И выбираемся. Продолжаем поиски серебра. У нас в интерфейсе появились ещё какие-то координаты. Пилот последней известной координаты. Вот так-то. Надо будет туда сплавать. А я, кстати, КПК-то забрал, да. КПК я забрал. Отлично. А то я же выронил, когда нам данные перекачивали в голову. Я полагаю, что мы можем, в принципе, забрать уже свой маяк с НЛО. Он нам больше не понадобится. Да, и сигнал СОС тоже уже пропал. Забираем его. Спасибо, бро. Ты послужил нам верой и правдой. А это что такое? Опа. Кажется, это серебро. Выступ Аргентито. Ого. Ну и название. Ну-ка. Да, мы нашли серебро. Прикинь, наконец-то. Серебро, бро. Спасибо. Спасибо, что ты нашёлся. Надо кислород только пополнить срочно. Иначе я всё просру. Вот кислородный шарик. Спасибо. Ещё шарик нужен. Ещё шарик нужен. А лучше всплыть, наверное. Спасательный подъём. Фух. Итак, мы нашли одну серебряную руду. Но нам нужно побольше. Как можно больше. Знаешь, что я тебе предлагаю? Мы же отсканировали эту штуку. Про Аргентины и всё такое. Это означает, что мы можем взять вот этот минералоискатель и настроить его на поиски залежа вот этого отложения для серебра. Вот. Выступ Аргентина. Сейчас будем его искать. Единственный минус в том, что либо я могу держать глайдер, либо держать вот этот минералоискатель. А ещё я нашёл подводную лабораторию, где куча всякого интересного. Так. Тихо, тихо, тихо. Не бузите тут. Значит, вот это мы забираем. Грядку сканим. Наконец-то нашёл большие грядки. А не какие-то горшочки. Это нам очень пригодится. О, вода. У меня как раз закончилась вода. Тут не надо ничего сканировать. Какие интересные вот эти вот ракушки. Их можно как-то собрать? Нет, собрать нельзя. Чё, получается, здесь только в основном грядки были. И больше ничего. Короче, предлагаю на глайдере опуститься пониже, где-нибудь на метров сто. И включить минералоискатель. Уверен, что мы чё-нибудь да найдём. Вот, сто метров. Включаем минералоискатель. Давай. Ищи. Во-во-во. Во. Где-то нашёл. Где-то нашёл. Где-то. Куда? 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 Разворачиваемся. Вниз, что ли? Короче, я до сих пор не могу понять, как он ищет этот минералоискатель. Он вводит только меня в ступор. Во, наконец-то нашёл. Ещё, пожалуйста. Выступ Аргентида мне. Найдите. О, ящичек. Какой-то ящичек лежит. А, это даже не ящик. Что это? Сборщик транспорта. Он нам не нужен. Мы уже его собрали. Ох, сплываем. Вот это, конечно, не очень круто. Да твою ж налево. Запутался в этих корнях. Ну всё, это капец. Это потоп. Опа. Америка и Европа. Мой товарищ, инопланетный, который сидит в башке, пытается до меня дозвонить. Смотри, зелёная иконочка, он мигает. Ну ладно, давай ответим ему. Как мы понимаем, такая ситуация для тебя нежеланна. Ты нереален. Убирайся. Для перехода нам нужно подходящее тело. Почему ты всегда говоришь «мы»? Сколько вас там вообще? Один из нас и все мы. Мы не мыслим о себе, как об отдельном индивиде. Но если тебе будет удобнее, я буду использовать единственное число. О, да. Именно это меня и беспокоило. Спасибо. Почему бы тебе не начать с рассказа, кто ты такой? Ты можешь добавить в ваш код зерна к моему обозначению вида. Называй меня Ал-Ан. Ал-Ан? Всю свою жизнь я мечтал о том, чтобы встретить разумного, высокоразвитого пришельца вживую. А ты говоришь мне, что тебя зовут Ал-Ан? Этого недостаточно? Нет, всё хорошо. Всё отлично. Откуда ты, Ал-Ан? Ваш вид называет нас «Архитекторы». Раса Пречита? Но что вы тут делали? Это долгая история. Возможно, ты предпочтёшь сконцентрироваться на постройке нового носителя данных, которого я смогу перейти. Да, хорошо. Совершенно точно. Как мне тебя вытащить из своей головы? Я добавил информацию в твою базу данных. Тебе придётся отыскать подходящие компоненты. Есть идея, где их искать? Пока не ясно. Я очень долго был отрезан от своей сети и не могу найти координаты. Ну вот. Теперь нам нужно найти нового носителя. Точнее, вначале подключить его к сети, потом найти координаты, где мы найдём нового носителя, и перекинуть этого инопланетяшку из нашей головы в другое место. Ох, нифига себе, сколько я потерял всего. Но хорошо, что у нас был передатчик. Благодаря ему мы всё нашли. Отлично! Нашёл ещё серебро. Минералоискатель наконец-то приносит пользу. И кажется, я научился им ещё и пользоваться. Что очень не может меня не радовать. Короче, нашли... Три серебряных руды. И я думаю, что нам этого будет достаточно. Поплыли делать глубоководный кислородный баллон и чего-нибудь ещё. Та-да-дам, та-дам. Значит, для глубоководного кислородного баллона нам понадобится стекло и сам баллон. Ну, баллон мы сейчас снимем. Вот. А стекло без проблем сделаем. Ну, наконец-то! Кислородный баллон высокой ёмкости. Теперь он у нас есть. Круто! Можно теперь заныривать поглубже. Посмотрим, что ещё мы можем сделать. Значит, нам нужна была маска. Вот такая вот масочка. Она нужна для того, чтобы сберегать кислород при глубоководном погружении. Нам нужен комплект проводов. Сейчас попробуем его сделать. Как раз нужно было две серебряных руды. Это очень здорово. Помимо этого, нужно сетчатое волокно и силиконовая резина. Силикон у нас, по-моему, здесь был. Ага, пожалуйста. И вот сетчатое, кстати, волокно тоже. Ну вот, полный комплект дайвера у нас собран. Ребрезёр облегчает длительное погружение без аппарата. За счёт эффективной рециркуляции воздуха на глубине. Дышите свободно. Чудно! Всё у нас надето. Ну что, погнали теперь до маяка с пилотом. Что у нас там по сумкам? Подожди. Сейчас забросим весь материал. Что ж такое-то? Неудобно, конечно, с этим хранилищем, с этим контейнером. Чтобы в него залезть, нужно сверху заплывать. Так, ну вроде бы всё. Поплыли. Где этот маяк? Маяк, маяк, маяк. Чё-то не понял. А куда всё пропало? А, во! Кислород у нас теперь кончается заметно медленнее. Это очень круто. Надо будет потом спуститься на глубину 100 метров и 200, чтобы проверить, как работает ребрезёрная маска. Осталось 500 метров до координат. И чертовски любопытно, что мы там найдём. А ещё тут какие-то звуки подозрительно странные. И страшные. Осталось 150 метров, и нас тут встречают подводные существа, милые. Которые нам прям рады. Очень рады. И, походу, да-да-да, они за нами плывут. Я-моё. А ещё я заметил, смотри, чего. Смотри, какие тут интересные существа. Таких я не видел. Ладно, потом отсканем. У нас кислорода уже мало. Поэтому, ё-моё, что тут вообще? Какие-то коконы, то ли яйца. Так, ладно, всплываем. Срочно всплываем. А это что за рыбина? А, это огромный скат, по-моему, или что это? Чёрт. Чёрт-чёрт-чёрт-чёрт. Успею, 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 успею. Фух. Три процента, и у нас сядет батарейка в глайдере. А что это за фигня такая? Можно на неё залезть как-то? Кувшинка здоровая. Капец, какая здоровая. Обалдеть. Вот это кувшиночка. Ха, зелёный рай. Их тут капец как много. Подожди. Я на карте видел это место. Где у нас карта? Это же, по-моему, исследовательская база. Вот карта, карта Альтеры. Мы вот тут вот сейчас с тобой находимся. И это лаборатория. Вот это поворот. Поплыли вниз. Значит, мы набрели на лабораторию. Давай-ка отсканируем вот это существо. А-а-а! Это гипнотизёр! Его никак не отсканировать. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй. Сейчас блевану, походу. Так, ладно. Батарейка села. Поменяли. Что это такое? Так, не подходи ко мне больше, гипнотизёр. Ты меня бесишь. Фрагмент модуля аквариума морехода. Сканем. Чёрт, наконец-то меня отпустило. Я уж думал, что меня надолго так прихватило. Это что такое? По-моему, это опавшая кувшинка. А, понятно. А где сигнал-то был? Где-то сигнал был. Причал Дельта. Вот. А где маяк-то? Где маяк-то был, а? Показывает, что где-то здесь. Но я тут никого не вижу. О, видишь, смотри. Координаты маяка здесь. И что? Здесь ничего нету. Короче, понятно. Написано, что это последние координаты. И нам нужно от этих координат куда-то дальше плыть. Чтобы найти исследовательскую базу. А это мы с тобой сделаем уже в следующей серии. Мы её обязательно найдём. Так что, если ты хочешь увидеть продолжение, то не забудь поставить лайк этому видео. и подписаться, чтобы не пропустить этого. Ну, а я с тобой прощаюсь. Пока. Увидимся в следующем видео. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok